Малиново, приютившееся у подножия малых Карпат с высоты птичьего полета, имеет очертание пятиконечной звезды. Об этом нам с гордостью рассказывает староста поселка, попутно погружая в историю происхождение его названия. По одной нашей деревне называется именно так, потому что этот район освободили войска маршала Малиновского. Это имя много значит для словацкого восстания и хорошо известно старшему поколению. Деревушка эта сегодня стала центром мемориальных торжеств. Из Братиславы приехал даже министр обороны, посвященных событию, которое для страны сыграло роль государствообразующую. Словацкое национальное восстание. С 44-го года, поддержанное советскими войсками и партизанами, вспыхнувшее в недрах коллаборационистского режима ТИСО, положило конец немецкой оккупации. Возложив венки к монументу героям сопротивления, процессия на внедорожниках и грузовиках отправляется в горы. После того, как город Банско-Быстрица, главная столица словацкого сопротивления, был оккупирован немцами, тысячи людей были казнены, десятки тысяч угнаны в концлагеря, партизаны ушли в леса, в горы. В годы войны здесь существовали сотни землянок и бункеров. Откуда партизаны совершали свои отчаянные вылазки до наших, времен сохранился только один. Его нашли и восстановили. Партизанское убежище почти у вершины горы. Михал сегодня вспоминает отца, воевавшего в этих лесах. Фашисты сожгли наш дом в отместку за то, что отец был партизаном. Я мало знаю, я был очень мал тогда. А отец не любил потом говорить о войне. В 41-м году словацкая армия участвовала в агрессии против Советского Союза. Но когда словаки попали на фронт, они осознали суть той идеологии, которая была им внушена. Многие подались в партизаны. А в 43-м году целый полк словацкой армии перешел на советскую сторону. Словацкое восстание было лишь началом освобождения. Только спустя несколько месяцев, в ноябре 44-го, советские и чехословацкие партизаны прорвали линию фронта, и нацисты были вынуждены отступить. А до этого Советский Союз активно снабжал повстанцев оружием и припасами. Это исторический документ, список бойцов партизанской дивизии Тельмана. Они успешно скрылись здесь, в горах. И когда Словакия была постепенно освобождена советской и румынской армиями, они присоединились к ним и продолжили бороться с фашизмом. В Словакии не борются с историей, как в некоторых соседних странах. За весь постсоветский период был лишь один инцидент с вандалами. А памятник солдату-освободителю вот уже 60 лет возвышается над Братиславой.